По-английски как? W-F-E W-F-E Мы ее называем Руно-В-Ф-Е Короче, доклад начинается Ура Ну, кратко Большинство докладов здесь посвящено такому софту, скорее системному А мы занимаемся как бы другой стороной той же самой проблемой Это софтом верхнего уровня Софтом как бы бизнес уровня Это некоторый новый подход Я ее даже пропагандирую как новую парадигму программирования Когда специалист, кстати, новая профессия вот такой процессный бизнес-аналитик он занимается сразу программированием бизнеса при помощи бизнес-процессов То есть в отличие от традиционного программиста он не должен хорошо знать вот такую специальную дисциплину программирования он должен хорошо разбираться в бизнесе вот в том, который он автоматизирует Обычно человек не может одновременно хорошо разбираться вот в каких-нибудь особенностях тарифных планов и при этом в каких-то особенностях библиотек там графических или протоколов которые нужны для того, чтобы разрабатывать специфический сок Поэтому в данном случае если мы перемещаем вот деятельность по программированию бизнес-логики к специальному такому человеку процессному бизнес-аналитику мы сильно повышаем вообще вот эффективность вот производительность труда потому что не нужно при этом передавать вот сведения о том, как бизнес-логика должна быть реализована в виде вот больших писаний технических проектов, технических заданий это бизнес-аналитик вместе с заказчиком прямо рисует на экране компьютера обычно вот ноутбук берется и вся бизнес-логика строится а программист он занимается уже реализацией каких-то я могу вот сюда каких-то частных решений вот коннекторов к внешним системам каких-то сложных графических элементов форм это даже чем-то похоже вот на появление языка SQL в до SQL-ную эпоху значит работа с базой данных кодировалась на низком уровне там строились какие-то курсоры и программист должен был понимать вот особенности конкретных программ которые работают с базами данных а потом произошло разделение труда появились люди, которые просто знали, как писать запросы вот а дальше они уже исполняли сервером баз данных которые написали уже специалисты в этой области то есть здесь можно какие-то аналогии построить что мы делаем некоторый софт при помощи которого дальше процессный бизнес-аналитик может уже программировать бизнес предприятия но не для всех случаев а для предприятий которые удовлетворяют двум условиям первое в деятельности предприятия есть большое количество заранее известных цепочек повторяющихся действий и второе в этих действиях задействованы разные исполнители то есть здесь есть некоторые взаимодействия вот в этом случае система управления бизнес-процессами на предприятии будет эффективной теперь наша система это классический проект с открытым исходным кодом роновые фи кратко что она делает она раздает задание исполнителям в соответствующих последовательностях которые определяются схемы бизнес-процесса и контролирует выполнение этих заданий в версии 4.2 ну часть настроек системы мы вынесли в веб-интерфейс потому что то что может меняться администраторам часто неудобно делать это через файлы там надо систему перезапускать и так далее вот появилось специальное меню настроек вот слева внизу мы видим вот на блоке сервера при помощи которой значительную часть настроек можно делать через интерфейс потом реализовали функцию делегирования заданий если задание дается исполнителю исполнитель по каким-то причинам не может ее выполнить или если это большой руководитель там не хочет у него больше есть какие-то более срочные дела более приоритетных он может ее делегировать другим работникам значит это делается при помощи вот такого интерфейса то есть раньше у нас использовался механизм замещения если сотрудник отсутствует то у него ставится статус not active и перебираются правила замещения задачи перенаправляются другому пользователю но вот пользователи обратились тем что сотрудник присутствует но по каким-то причинам не может выполнить задачу и попросили реализовать механизм делегирования заданий вот он был сделан в этой версии дальше иногда есть бизнес-процессы которые очень долгие то есть бизнес бизнес-процессы они похожи чем-то на программы выполняющиеся и вообще их схемы очень похожи на блок схемы алгоритмов только они более там там есть несколько еще дополнительных элементов но в отличие от программ бизнес-процессы выполняются долго потому что в их выполнение участвуют люди и есть бизнес-процессы которые выполняются ну вот несколько лет ну то что с чем я вот сталкивался например бизнес-процессы оформления отпуска по уходу за ребенком соответственно есть два базовых варианта полтора года длится и три года длится а за это время сами регламенты которыми вот определяются бизнес-процессы могут быть внесены изменения ну например законодательство поменялось не горит вопрос что делать и сделали обновление на новую версию вот так вот это выглядит появилась ссылочка мы найдем схемку как бизнес-процесс это простейшая схемка в реальных бизнес-процессах там сотни вот этих вот элементов между которыми переходит точка управления но вот предположим что у нас был бизнес-процесс потом появился новый бизнес-процесс теоретически это может быть любой граф вот был один какой-то граф а потом появился любой совершенно другой граф по первому графу идут какие-то точки управления где находится точка управления их можно представить как фишечка вот для детской игры с кубиком который переставляет с квадратика на квадратик по стрелочкам а вот на графе одной версии находится как точки управления их надо перенести на граф другую версию если в общем случае граф совершенно несовместимый то это конечно задача такая нерешаемая вот но в большинстве случаев графы меняются не сильно значит как мы сделали при записи вот этой вот схемы у каждого узла есть какой-то идентификатор поэтому в новой схеме точки управления ставятся на узлы с точно такими же идентификаторами как на старой схеме то есть для какого-то кардинального перепроектирования это конечно не надо использовать а в случае плавных постепенных таких эволюционных изменений бизнес-процессов это вполне такой нормальный инструмент для того чтобы преодолеть вот эту вот проблему вот что нас попросили вот что сделать есть такие ситуации вот в бизнесе при регламентах ну например пришло пришла директору заявка на что-то если директор подтвердил то никому не интересен его комментарий вот это можно сделать без комментариев а вот если директор отказал пользователю обычно очень хочется узнать и почему он это сделал вот ввели при проверке введенных значений в форму возможность при одном решении задействовать проверку значения а при другом решении ее можно не задействовать вот путем вот таких галочек например если отказ то мы галочку ставим и производится проверка что это поле обязательное что что-то должно быть введено вот в комментарии а в случае одобрения галочку не ставим и тогда эту проверку можно не делать так вот здесь давайте я чуть-чуть остановлюсь чуть-чуть поподробнее что это значит потому что у нас тут было несколько докладов по серверам баз данных по таким по настоящим серверам баз данных у нас тут тоже мы тут сделали некоторое такое решение по работе с базами данных да значит ну вот я объясню чем это было высказать вызвано и вот в чем задача такого решения система управления бизнес процессами когда она работает ее основные задачи это вот отслеживание принятия решения и вот таких вот генерирование цепочек действий но это не система хранения данных а с данными и работать приходится и поэтому система управления бизнес процессами данным обращается и меняет состояние данных поэтому в двух случаях и бизнес аналитиком когда они разрабатывают какие-то новые бизнес процессы или студентам соответствующих специальностей при обучении надо как-то с данными работать при этом ну например вот студенты в магистратуре мыси где я вот несколько лет вёл занятия по обучению вот этой вот всей технологии это часто гуманитарии вот например на финансовых банковских специальностях те кто занимается налогообложением это часто девушки у которых первое образование гуманитарное и учить их вот полноценной работе с базами данных там SQL транзакции там это дело совершенно безнадежное и главное что совершенно ненужное но надо как-то им объяснить что надо работать с данными и более того сделать так чтобы они с данными этими сами работали ну и вот завкафедрой миссиса валерий ефимович питецкий предложил решение он сказал что вы используете эксельный лист что вот больше они ничего не поймут а вот что такое эксельный лист они знают и то что туда можно вот какие-то таблички данных писать это тоже вот значит вот такие люди такие студенты поймут хорошо но возникает вопрос а что же делать вот с транзакциями если у нас есть много бизнес-процессов которые работают с данными на одном эксельном листе как же так сделать чтобы они не конфликтовали поэтому был написан такой ну вот несколько графических элементов там работ со списками и такой коннектор к эксельному листу значит реально под linux мы работаем с этим листом через либрофис когда хотим посмотреть его состояние но библиотеки вот такой опенсорные для работе с листом либрофиса мы не нашли а вот сексельным листом нашли ее использовали библиотеку для джавы вот так вот взаимодействие с эксельным листом устроено через автоматического исполнителя так называемого бота который работает бот станции ну я на час не буду на этом подробно останавливаться я про это уже рассказывал на предыдущих конференциях довольно подробно главное что есть такая сущность бот станция которым живут боты это такие автоматические исполнители как бы люди вот управленцы их любят рассматривать как роботов что вот мы когда первый бизнес-процесс внедряем его выполняют все время люди а потом рутинные операции мы начинаем людей потихонечку менять на ботов и в реальных бизнес-процессах примерно половину операции действует выполняют люди а половину уже вот такие вот компьютерные боты вот какие-то рутинные задания так вот работа с эксель листом выполняет бот а для бота мы сделали возможность последовательного режима операции можно сделать на уровне отдельного бота можно на уровне бот станции то есть если есть задание какое-то прочитать данные сексельного листа то пока вот текущий бот не сделает эту операцию ни один другой бот там например записать что-то или вот или там тоже даже прочитать сделать не может они друг друга ждут но с точки зрения серверов баз данных это вообще это что-то ужасное да вот мысли потери там производительности и так далее но в нашем случае это абсолютно не критично потому что большую часть заданий ну или там до половины их делают люди и скорость исполнения бизнес-процессом определяется скоростью того как люди выполняют задания при этом боты делают задания ну на несколько порядков быстрее чем люди и если они будут вот в половине случаев просто ждать друг другу когда эти задания будут выполнены абсолютно ничего страшного не происходит но при этом студенты вот даже гуманитарии они могут работать с данными ну вот наверное на этом я вот так закончу описание а ну ну возможно если есть вот самое примитивное можно просто по графу посмотрите кто его выполнить развернутые аналитики мы над этим думаем эта задача непростая потому что там часто переплетаются непростые данные бизнес-процессы, чтобы она в кольцо время задания пополнялся а данные именно предметные области сколько там было клиентов обслужено сколько там банков принято а пока у тех, кто этим и пользуется это скорее делает большую часть таких отчетов отдельными приложениями т.е. мы где-то выгружаем или где-то меняем состояние бизнес-объектов т.е. подработают бизнес-процессы они меняют состояние бизнес-объекта ну то же отверстие мы работаем иногда делаем там с точки зрения бизнес-процессов у нас там не все устраивало мы пользуемся нашей системой а вот использование отверстия как-то в данной предметной области там бизнес-объекты мы делаем эти условия мы используем и меняем состояние вот этих вот бизнес-объектов а потом по состоянию этих бизнес-объектов отдельное приложение делает уже отчеты может быть часть мы теперь индустрируем но это здесь непростая постановка задачи если у вас какие-то идеи и пожелания то вообще сообщите мы будем вообще признать а вот BDMI стандарт используют у вас? да, BDMI мы используем а единственное мы реализовали его не 100% потому что за последние где-то 10-12 лет я отслеживал как вот происходили в немеце на стандартах, которые коалициями продвигаются там можно там вот очень много завязано на какие-то внутренние вот интенсии, соглашения там и так далее и если в общем реализовывать весь стандарт имеет смысл того, что за разуме знает о чем он будет если это делать потом в загадящем режиме ну сделаешь вот все до конца а потом здесь выйдет новые версии там среди этих месяцев там будет все совершенно по-другому поэтому здесь реализована такая вот продуманная достаточная часть для реализации минус процентов вот в принципе, если нас вот убеждали, что что-то еще надо реализовывать то мы это делаем а вот какие-то такие экзотические опции на тренировочные выборы мы его сделать не ставили, потому что мы не ставили вот есть паттерны такие и вот есть профессора, которые вот получили известность на этих паттернах вот какие-то интересные вещи в научных маме предложили они вот реализовываются, может быть, из этих соображений ну, так сказать мы поддерживаем такой реальный набор для реализации минус процентов это бизнес-аналитик делает мышкой там есть несколько, вот внизу здесь не видно, есть несколько вкладочек где можно поставить схему соединить мышкой, настроить рули то есть, в принципе, все это можно делать графически построить все бизнес-модель, а потом конечно, она только графически строится значит, то, что она окружает язык этот PPMN это делается уже глубоко внутри системы то есть, нет, это все делается так чтобы вот девушка с гуманитарным образованием которая вот изучала вот это налогообложение в WC значит, могла бы взять этот софт и, ну, если она идет в толпу вот реально построит это да, это все на Java ну, единственная вот среда разработки она на платформе Eclipse она тоже многоплатформенная, но так вот ее иногда немножко критикуют, что она такая ну, хитрая на платформе ну, реально, вот реально подвигается спасибо 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 АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ